Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программу артефакта с вами Екатерина Славянская. Бесконечные движения, изменчивость форм, он расширяет границы привычного. Напоминает нам посредством полотен, что в жизни нет ничего постоянного. Все течет и перестает быть прежним. В Краснодарском художественном музее имени Коваленко проходит выставка Андрея Скрипки «Состояние и движение». Работы относятся к абстрактному экспрессионизму. Картины объемные, колористически насыщенные. Автор постоянно экспериментирует, переосмысляя значение цвета. Основная идея выставки, наверное, в том, что мы точно не уверены, что мир вот именно такой, каким мы привыкли его видеть. То есть никто не знает, когда мы отворачиваемся, что происходит за нашей спиной. И огромные холсты Андрея – это вот как бы мир, либо до состояния, когда он сложился в нечто, может быть, осмысленное, привычное нашему взгляду, либо, может быть, после, когда он распадается на неведомые нам составляющие. Наполниться солнечной энергией, поверить в себя – так всегда происходит на их концертах. Лейла Бен готовит подарок своим поклонникам и сегодня ребята у нас в гостях. Привет! Классно называть концерт «Подарок поклонникам». И забавно, что я сижу в центре, хотя речь идет о вот этом человеке. Все, Леш, значит, с тебя и начнем. Рассказывай, что это будет за весенний концерт, что подготовили. Мы как? Да, будем все рассказывать. Пожалуйста, расскажи. Мы подготовили программу свежую, она будет разноплановая. В чем смысл? Мы соскучились по зрителю, по нашим музыкантам. Крайний концерт, который был у нас в Краснодаре, он был закрытый. На него пришли те люди, которые максимально в теме. То есть это был тайный концерт, который мы шепнули на ухо в закрытом сообществе. И люди пришли. Было там в маленьком зале на 50 человек, было 70 человек. Это было много. Было классно душевно-акустично. Этот концерт будет в полном звуке, в электричестве, с фанфарами. Да, будет мощно. Мы в предвкушении. Я писал в Инстаграме у себя, что жду этого момента, наверное, больше, чем Нового года. Новый год я не жду уже давно, конечно. Так себе сравнение. В Деда Мороза не видишь? В Деда Мороза верю. И, конечно, чудо есть. Вот оно. Спасибо. Лилочка, расскажи о программе этого концерта. Программу войдут новые песни. Мы всегда переосмысливаем наш старый материал. И особенно приятно, когда в программу входят новые вещи, которые свежие, и ты чувствуешь их настолько естественно, что стараешься купаться вот в этом всем процессе. Я вообще воспринимаю музыку как процесс, ни в коем случае, ни как работу, ни как какую-то... Для меня это больше медитативная такая тема. И очень приятно, что у нас есть различные форматы. Формат акустический, опять-таки, который Леша рассказывал. 70 человек сидели настолько тихо, что иной раз казалось, ну, хотелось, что здесь кто-нибудь есть. Как раз этот концерт сейчас мы видим. Было очень тепло, атмосферненько, нас было трое. В этот раз нас будет побольше. В этот раз, да, у нас будет радость. Мы будем создавать музыку всем своим коллективам. Это будет полный звук, электричество и драйв неизбежен. Вот, да, о тех композициях. Рождались они совместно? Правильно, музыка твоя, Леша? Ну, конечно, все происходит у нас совместно. Основная идея у Лейлы возникает, потому что все идет от нее. Это ее переживания, мысли, эмоции. Поэтому композиция у нее возникает сразу самостоятельная. Да, а дальше мы ее просто играем. Все. Нет, конечно, они сейчас, Леша, немножко мне сильно льстит. Конечно, ребята очень сильно переосмысливают аранжировку. И это касается всех участников группы. Я бы хотела, чтобы нас воспринимали как единый организм. Ну, пускай, если я голова, но они все, ну, они все... Другие части организма. Кстати, хотелось бы быть сердцем больше, нежели головой. Вот так вот. Хорошо, я в голова. Спасибо. Вот и распределить. На телеканале Кубас 24. Все решилось. Да, тем более, что мы готовимся же к нашествию. В этом году мы поедем, будем играть на большой сцене. Благоте всех. На юбилейный шестиваль. Да. Вместе со всеми. Какое-то количество тысяч людей, и мы с авторской музыкой. Очень сложно, очень сложно продвигаться с авторской музыкой в нашей стране. Не знаю, как в других странах. В этой точно тяжело. Но иного пути нет. Мы это делаем. Все благодаря людям, которые откликаются, приходят на концерт и любят, отдают частичку себя этому процессу. Ради этого мы готовы дальше работать и отдыхать. Ну, а теперь хочу, чтобы вы зазвучали. Мы исполним новую, новую песню, новую композицию. Сбежайшая. Так. Пой до хрепоты. Забери меня, забери. Забери меня в преддвери. Нового витка, новой двери. Верю я, вери. Ты ветром по горам загрятый. Скотирь за степей одетый. Верь до пустоты. Пой до хрепоты. Ты сегодня волк. Чуй твои следы. Я твои глаза к верному пути. Бью, как в барабан. Сердцем по груди. Ты сегодня волк. Открывай вперед. Ведь ты сегодня волк. Чуй твои следы. Я твои глаза к верному пути. Бью, как в барабан. Сердцем по груди. Ты сегодня волк. Пой до хрепоты. Ребята, мне просто даже сложно представить. Если вы вдвоем сейчас такой драйв устроили, то что же будет, когда вы в полном составе? Нам нравится это все. Это удовольствие. Вот, вот к этому хотелось бы обратиться. Вы всегда идете своим путем, не изменяя себе, понимая, что, может быть, другим путем было бы больше подписчиков, больше фанатов, больше возможностей, открылся бы шоу-бизнес в широком смысле, но вы делаете то, что исходит из сердца. Это вопрос? Можно просто ответить «да». Мы прошли этот путь в различных телевизионных шоу, лейблы и так далее. Посмотрели, как это выглядит изнутри. И понятно, что там надо приспосабливаться и быть каким-то. А какую обратную связь мы получили от больших продюсеров, известных на всю страну, это «ребята, вы уже конкретные, из вас не слепишь». То есть, ну, типа, у вас своя правда, своя линия, и у вас там свой зритель. Ваша задача показать это максимальному количеству людей, чтобы тех, кто понимает, остались. А задача делать из лейлы мега-РНБ чайку? Какой смысл? Это же неправда. А неправда — это хуже всего. Лейлочка, или нет, наверное, все-таки Леша вопрос. Как происходит это рождение? То есть все, в какой-то момент Лейлу не трогать, надо оставить в себе. Создание песни? А я расскажу. Я думаю, что у нее все песни, они живут, они просят выхода. Все, что нужно, это просто найти в свободное время, чтобы сесть за инструмент и собрать песню. Потому что это вот такое сокровенное, мне кажется. Это так вот честно, искренне происходит. Вот даже сейчас прозвучало, и столько в этом жизни. Я пока что, все песни, которые я слышал в ее исполнении, все хиты, на мой взгляд. Нет ни одной слабой вещи. Хвалите, хвалите, конечно. А вот красота. А вот ум. Что в ближайшее время, какие планы? Буквально остается несколько секунд. Да, планы, конечно, грандиозные. Ну, конечно, апофеоз всего это нашествие. Мы готовимся, в первую очередь, морально. Потому что, ну, это возможность показать себя и почувствовать большую сцену. Много людей, энергетика невероятная. Мы в прошлом году были уже на нашествии. И это стоит того, чтобы ждать. Ну, вообще, такие промежуточные этапы у нас мы все-таки осмыслим запись в ближайшее же время. После этой записи, предположительно, в июне мы сделаем большой концерт сугубо авторской музыки. Надеемся, аншлаговый. Желаю вам реализации. Прерываю, к сожалению, все остальное можете узнать в соцсетях ваших, да? Наших зрителей. Все, спасибо огромное. Желаю идти своим путем неизменно. Это была программа «Арт-интервью». Оставайтесь с нами на телеканале Кубань24.